Киберспорт, киберспорт, киберспорт. Насколько часто мы слышим данный термин у себя в жизни? Обычно мы даже не придаём этому значению какой-то смысл. Говорим просто так. Лично я, как игрок в Fortnite, очень часто с этим сталкиваюсь. И я не обычный игрок, который сидит вон там. Я играю на телефоне. И зная ситуацию с мобильным Fortnite, и часто слышу о том, как игроки в моих чатах называют себя киберспортсменами, я задаюсь вопросом. Что вообще из себя представляет киберспорт в Fortnite Mobile на начало 2021 года? На эту тему в сегодняшнем видео я бы хотел поговорить, потому что здесь не так всё однозначно, как кажется на первый взгляд. В общем, хочу рассказать одну простую истину про киберспорт в Fortnite Mobile таким же, как и я, игрокам на мобильных девайсах, ну а также просветить игроков в Fortnite на других платформах в этой теме. Почему в Fortnite Mobile нет киберспорта и как его погубили Epic Games. Ола, амигос, на связи Матвей. Да, в общем, как я уже и сказал, сегодня я хочу поговорить про киберспорт в Fortnite Mobile. Но перед тем, как мы начнём, если вы так же, как я, играете в Fortnite на телефоне, и если вы впервые на моём канале, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте единственный и самый лучший контент по мобильному Fortnite во всем СНГ. Также не забывайте про наилучшую поддержку меня и на мой тег-авторомотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скринный ваш покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылку на неё вы найдёте в описании. Ну а если у вас нет в ВКонтакте, вы также можете добавлять скринный ваш покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Дискорд-сервере. Ссылку на него вы тоже найдёте в описании. Ну а также не забывайте, что теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под моим последним видео. На этот раз огромное спасибо фермеру, парню с непонятным никнеймом и Бубе Сойеру. Очень рад, что вы смотрите моё видео первыми. Ну а теперь давайте приступим к сегодняшней теме. В общем, давайте для начала я вам объясню, почему киберспорта в мобильном Fortnite как такового на данный момент нет. Куда он пропал и когда вернётся. Проще говоря, киберспорт это когда в игре происходят некие турниры, на которых ты можешь выиграть какие-то призовые. Ну или просто ради себя посоревноваться с лучшими из лучших в данной дисциплине. Ну как у нас в Fortnite. С одной стороны, Fortnite можно называть киберспортивной игрой, потому что у нас очень часто проходят всякие турниры. Но это определение неприменимо к мобильной версии игры. Потому что, насколько мы знаем, Epic Games забили болт на мобильный Fortnite. Они посорились с Apple, соответственно потеряли всех игроков на iOS. А это, к слову, было более 85% всех мобильных игроков. У них максимально хреновая оптимизация игры на Android устройство. Во-первых, потому что его уже не скачаешь официально в Google Play. Во-вторых, девайсов на Android, которые официально поддерживают 60 кадров в секунду в этой игре, очень мало. А насколько мы знаем, FPS в Fortnite это одно из самых главных составляющих игры. Ну а другие смартфоны, на которых доступно 30 FPS, они идут еле-еле. Даже некоторые флагманы за 60 тысяч рублей не способны тянуть Fortnite в 60 FPS. А это я ещё не учитываю девайсы, которые официально не поддерживают Fortnite Mobile, потому что их тоже насчитывается очень много. Даже если не учитывать все вышесказанные факты, для мобильных игроков не проводится абсолютно никаких игровых событий. Да, я имею в виду турниров, и я даже не думаю о турнирах, где можно выиграть какие-то призовые, хотя бы банальные тренировочные турниры, как это было, например, в 11 и 12 сезоне. Да, есть турниры, которые по умолчанию общедоступны в нашей игре, по типу там DreamHack и другие, но опять же, там играют консольщики и ПК-игроки. И что там делать мобильным игрокам? Потому что мобильным игрокам нужен отдельный сервер, где будут участвовать только игроки на мобильных платформах. Раньше, до войны Apple и Epic Games, турниры для мобильных игроков проводились каждую неделю. Я думаю, мобильное сообщество до сих пор помнит всех киберспортсменов на iPad Pro, которые забирали хорошие призовые с этих матчей. Но это было когда? До войны Apple с Epic Games. А что же делать мобильным игрокам сейчас? В последнее время Epic Games часто уворачивается от этого вопроса и крайне не хотят на него отвечать, но при этом банят все сторонние способы по поднятию FPS на Android, которые никак не относятся к читам и просто помогают игрокам играть с нормальным FPS, которые Epic Games, естественно, не оптимизируют для игры. В общем, да, я прекрасно понимаю, что проводить какие-то денежные соревнования среди мобильных игроков Fortnite крайне невыгодно для Epic Games, потому что их сейчас очень мало. Но с другой стороны, эпики получали очень много денег с мобильной платформы. Давайте, к слову, вспомним, что мобильная платформа вообще является самой прибыльной в игровой индустрии. Так, при всем этом, это был еще и Fortnite, который вообще априори сейчас является одной из самых прибыльных онлайн-игр. И знаете, что в Epic Games сидят далеко не дураки, они прекрасно знали про все последствия войны с Apple. Они прекрасно знают, что Apple никогда не пойдут на уступки, тем более в сторону Epic Games. Ну и, конечно же, с самого начала они прекрасно знали, что Fortnite уберут из App Store далеко и надолго. Они прекрасно понимают, что они теряют, и, как вы видите, при этом никаких от них действий мы не видим. Вообще, я хочу сказать, что мобильная кабинета Fortnite это одно из самых преданных по отношению к игре, потому что всех киберспортсменов в Fortnite можно просто оправдать тем, что они играют в эту игру ради денег. Но не только про киберспортсменов, практически про всех игроков нашей игры. То есть, люди часами играют в эту игру, и, соответственно, понимают, что все это не зря. Естественно, они пойдут на турниры, и, естественно, они могут что-то выиграть с этого. С наших же, в кавычках, мобильных киберспортсменов я крайне удивляюсь. Ради чего они часами играют в мобильный Fortnite, ведь турниров у нас все равно нет, а на обычных турнирах их легко отшлепает любой консольщик. Ладно, я, я снимаю контент, мне надо играть как-никак, хотя бы для того, чтобы не позориться перед подписчиками, как сейчас вы видите на видео. Но вот обычные школьники, которые часами задротят в мобильный Fortnite, там, фрибилдятся в творке, ради чего это все? На этот вопрос есть несколько ответов. Либо это самые преданные игроки Fortnite, которые готовы вот просто такое большое количество времени тратить впустую на эту игру, либо это просто отчаявшиеся люди, у которых нет друзей в реальной жизни, и они просто не знают, чем себя занять. А кроме сраного обоссанного Xiaomi, у них больше нет ни ПК, ни консоли, и, соответственно, они не знают, где им играть в Fortnite. Ну, или еще как вариант, это просто школьники, которые хотят самоутвердиться, но, опять же, ради чего? Ведь мобильная платформа одна из самых слабых в игре. Короче, не знаю, считайте себя кем угодно, но это вот реально просто факт. Сейчас нет никакого смысла играть в мобильный Fortnite, и это меня вообще как-то бесит. Зачем Epic Games вот намеренно так сильно насилует мобильное сообщество их игры? И собираются ли они когда-то вот этот вот весь цирк закончить? Может быть, я сам тратил больше времени на Fortnite, и с большей охотой импровился в данной игре, если бы было ради чего? Этим роликом я не хотел никого обидеть, просто меня выбесил тот факт, что Epic Games настолько хладнокровно относится к своим игрокам, которые 9 часов в день тратят на Fortnite, чтобы импровить АИМ-стройку и редак, и все это никак не поощряется со стороны Epic Games. Ни турниров, ничего. Если они это обосновывают тем, что им просто не выгодно, то тогда зачем было начинать все эти бессмысленные войны с Apple? Зачем? На iOS все время все всегда спокойно играли, и никогда ни у кого не возникало никаких вопросов. Да, ведь дело не в самой игре, дело в их разработчиках. Проблемы с игрой не у игроков, которые играют в эту игру, а у разработчиков, которые хотят заработать побольше денег. В общем, я планирую на свой канал снять отдельное видео, типа разоблачения на Epic Games, где оглашу полную ситуацию в Epic Games с мобильным Fortnite. Короче, чтобы вам не спойлерить, я просто хочу дать огласку ситуации, которая происходит в Fortnite Mobile. Загрузим видео, создадим хештег, распространим в интернете. Хотелось бы, чтобы у этой проблемы была большая огласка, чтобы, возможно, Epic Games даже заметили данную проблему, и как-нибудь ее поскорее решили. В общем, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну, а так, обязательно пишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу киберспорта в Fortnite Mobile. Ну, или вы вообще играете на другой платформе, и просто ради интереса зашли на это видео. Если это так, то тоже обязательно отметитесь в комментариях, будет интересно узнать, сколько это видео посмотрело людей, которые играют на ПК или консоли в нашу игру. Ну, а так, если вы досмотрели это видео до этого момента, обязательно поставьте лайк, если этого почему-то еще до сих пор не сделали. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго! Субтитры сделал DimaTorzok